У меня была такая ситуация в жизни, один человек пришел ко мне, говорит, все правильно, вы говорите, вот я бросил близкого человека точно так же, и потом мне так нахлобучило, но я, говорит, понял, что Бог есть, говорит, я излег из этого один урок, но если вы хотите таким образом понять, что Бог есть, тогда, пожалуйста, экспериментируйте, просто есть вероятность, что в этом эксперименте вы не выживете, потому что иногда люди ломаются просто, у кого-то рак наступает, у кого-то еще что-то, ну, то есть, когда человек экспериментирует со своей судьбой, не всегда есть гарантия, что он потом будет нормально жить после этих экспериментов, поэтому лучше всего просто слушать знания и пытаться без экспериментов просто его принимать. Когда человек сталкивается с трудностями, не уклоняется от них и принимает их как судьбу, это лекарство. Следующее высказание. Неведение. Быть недовольным из-за того, что тебе приходится в жизни трудиться, это болезнь. Некоторые люди говорят, я не хочу на этой работе работать, хочу уволиться, это болезнь. Человек работает для того, чтобы кушать. Он не работает для того, чтобы балдеть на работе. Работа – это всегда аскеза. Работаешь для чего? Работаешь для того, чтобы кушать, для того, чтобы содержать семью. Поэтому спокойно работай и не дергайся. Вы можете сказавозразить мне и сказать, у некоторых людей работа интересная, а у меня неинтересная. Это все зависит от вашей судьбы. Если человек принимает любую работу, Бог ему дает интересную работу. Я могу себя в пример привести. У меня интересная работа, но я не сразу получил эту работу. Я когда был студентом, то мне нечем было заплатить за учебу. Меня родители не обеспечивали. Я когда учился студентом, я работал дворником, сторожем, медсестрой. Ну то есть я работал там, где можно как-то мне могли заплатить. У меня не было никакой специальности. Я работал тем, где придется. То есть четыре года, пока я вот не начал лечить, как, помните, я вам рассказывал сегодня утром, что я начал там всех подряд лечить. Они мне там всегда что-то давали там, кто-то кефир там с хлебом, кто-то еще. Но я так жил, то есть я лечу, мне люди что-то дают, и я на этом жил спокойно. У меня не было беспокойств уже по поводу, что кушать. Но на первом курсе у меня реально были большие трудности финансовые. Я нашел самое дешевое жилье. Это был частный дом. Мне дали комнату в этом доме. И каждый день я утром просыпался, и под моей кроватью собачка какала. Бабушка была старенькая, и собачка жила вместе со мной в этой комнате. И она какала мне под кровать каждое утро. Вот, такие условия жизни были. Но потом бабушка начала болеть, у ней суставы заболели. И у ней был как бы единственный способ лечить. Она брала свою мочу, кипятила как бы и парила там суставы. И у меня одна девушка из соседнего дома училась в институте со мной вместе. И она маме звонит, говорит, «Алевтина Ефимовна, вы знаете, мне стыдно вам говорить, но от вашего сына мочой пахнет». И поэтому люди как-то не хотят с ним близко находиться. А я привык просто, я даже не знал, что у меня так пахнет. Ну, и как бы пришлось переезжать от бабки. Но там тяжело было жить, потому что нечем было платить. Я устроился дворником работать. И как раз была зима, и я там с утра в 4 утра вставал, колотил лед, и потом шел в институт. Нормально. Я был счастлив. Почему? Потому что что Бог давал, то и брал. И все, и классно. Но некоторые люди, они, знаете, они хотят от работы удовольствие получать. И поэтому они думают, «Ну, здесь я работать не буду, не очень интересно, здесь не буду, не очень...» И Бог вообще наказывает таких людей. Он вообще им не дает никакой работы. Они вообще без работы остаются. Просто я вот сравниваю то, что у меня в сердце есть, я то и говорю. Я знаю много других людей, которые принимают просто от жизни то, что есть, и с удовольствием работают там, где надо работать, и все, и никаких проблем. Такие люди не пропадут. Но если человек копается, это я не хочу, то я не могу, то я не буду. Это означает кое-что. Это означает, что он просто эгоистичный человек, и все. И он будет поэтому мучиться от работы всегда. И Бог ему дает такую работу, которая его мучает. Мне люди говорят, «Как найти свое предназначение в работе?» В кавычках. «Как начать балдеть от работы?» Ответ им не нравится мой. Я им говорю, «А вы вот с удовольствием начните работать там, где вы работаете, и Бог вам потом другую работу лучше даст». А это самая большая проблема – начать с удовольствием работать там, где ты работаешь. Потому что хочется же работать там, где нравится, понимаете? Это значит, ничего не делать и деньги получать для таких людей. Но Бог не дает такую работу. Понимаете? Вот в чем проблема. Поэтому лекарство заключается в том, что человек сталкивается с трудностями и не уклоняется от них, и не отказывается в своем сердце, а наоборот принимает. Это называется лекарство. Принять надо трудности, и сразу легче жить станет. Я в армию, когда пошел, я попал в Новочеркасск, в учебную часть. И в этот год раз в 50 или в 60 лет, это юг как бы России, и там пошел такой снег, что никогда такого снега не было. Там вообще почти снега. Но там пошел такой снег, что мы пробивали как бы, ну, солдатов кидали на это, мы пробивали траншеи для того, чтобы поезда ездили. Три метра в высоту снегом было. Одни трубы в деревнях торчали. И мы вот все полгода как бы в этом снеге как кроты. Нас всегда то туда, то сюда бросали. И мы там постоянно вот эти траншеи рели. И как бы один сержант там с нами ездил, он такой хороший человек, и я его спросил, я говорю, я не могу, что-то мне так тяжело после института, говорю, вот это все физический труд, это копать эти траншеи. И он посмотрел на меня и говорит, ты знаешь, у меня то же самое сначала было, а потом я понял одну вещь. Ты просто вот реши, что это и есть твоя жизнь. Это твой дом, вот эта казарма, это твой дом. Эти солдаты, это твои близкие люди. А эти траншеи, это твоя жизнь просто. Ты так живешь. Вот ты, ну как бы он мне так сказал. Я думал, думал, и потом взял и начал вот принимать. И знаете, потом кидал снег со свистом. Мне так хорошо было, я там резвился, бросал этот свек, стал ударником коммунистического труда. Ну то есть вот надо принять этот такой вот настрой. Ты принимаешь жизнь вот такой, какая есть, и начинаешь жить счастливо, понимаете, в ней. Потому что любая трудная жизнь, это всего лишь жизнь. Надо ее принять, и она станет для тебя приятной и хорошей. Надо просто принять ее в свое сердце. Потому что страдание означает, что я хочу той жизни, которую мне Бог сейчас не дает. А вы примите ту, которую дает, и все. Вот если странно, говорят, нам плохо жить. Но давайте сравнение возьмем. Вот если взять сто лет назад в Латвии, как жили? У людей был частный дом просто. Они целый день работали на огороде. Была корова. С утра надо доить там и все прочее. И люди получали немножко для того, чтобы просто кушать, и у них немножко была одежда. И они были счастливы. Человек говорит, у меня корова есть, участок есть, у меня все хорошо в жизни, я счастлив. Но сейчас, если так, допустим, человек будет жить, он будет, ааа, ну как так можно жить? Это невыносимая жизнь, он скажет. Почему? Потому что у него другие идеи. Вот и все. Но это счастливая жизнь. Это счастливая нормальная жизнь. Просто надо понять, что надо принять ту жизнь, которая есть, а не которую тебе хочется иметь. Понимаете? Большинство людей мучаются от того, что они не принимают свою жизнь просто. И все. Вы же с голоду не умираете. Как Петросян, я помню, мне так понравилась эта его юмореска. Он говорит, голодает Россия. Голодает, говорит. Холодильник откроешь, все вываливается. Жрать нечего. Ну так вот и сшутил. Ну так люди, говорит, голодают. Ну все холодильники забиты продуктами, все голодают. Безработные. Никто с голоду не умер. Понимаете? То есть я понимаю, кто с голоду умирает, они молчат. Если человек действительно страдает, он вообще молчит и никому ничего не говорит. Почему? Потому что в страданиях человек очищается и становится очень терпеливым. По-настоящему, если человек с голоду умирает, ты его не заметишь нигде, не увидишь. Но если человек ходит и вопит, значит он просто чуть-чуть хуже стал жить, чем раньше. Вот и все. Понимаете идею? По-настоящему больной человек всегда молчит. Но если человек чуть-чуть заболел, начинает кричать. Поэтому надо просто принять. Надо научиться принимать жизнь и тогда все будет хорошо. Неведение. Быть недовольным собой из-за того, что приходится трубиться. Это болезнь. Ну примерно та же тема. Все силы своего сердца сосредоточить в одной любви. А сосредоточить в одной любви. Это болезнь. Очень хорошая тема. Все силы своего сердца сосредоточить в одной любви. Имеется в виду к человеку. Это болезнь. Бывает так, что человек втрюхивается в кого-то, и его никто больше не интересует. Ни мама, ни папа, ни друзья, ни родственники. Никто. Он просто живет одним человеком. Это означает, что он эгоист. Потому что он просто хочет наслаждаться. Он не хочет никому ничего дарить. Он хочет просто балдеть от этого человека. И если все силы своего сердца сосредоточить на одного человека и для одного человека жить, знаете, какой результат будет? Знаете, что такое сосредоточить все силы своего сердца на одном человеке? Это означает ему поклоняться. Поклоняться можно только святому человеку. Если мальчик, молодой мальчик начал девушке поклоняться, он все силы своего сердца на нем сосредоточил, это значит, что она его бросит. Сто процентов. Потому что, когда девушка видит, что ей поклоняются, у ней в сердце рождается гордость. У нее не будет в сердце рождаться снисходительности, признательности к этому человеку или еще чему-то. Если человеку поклоняться просто из-за того, что у него красивое тело, это означает только одно, что этот человек немедленно начнет гордиться. И все. Эта девушка просто потом вышвырнет его из своей жизни. И все. Я видел много примеров. Когда человек все силы своего сердца сосредоточил, на ком-то, то тот человек начинает гордиться собой. Если мать все силы своего сердца сосредоточивает на своем ребенке только потому, что он дарит ей радость своим присутствием, то эта мать должна знать, что этот ребенок вырастет глубоким эгоистом и испортит ей всю жизнь потом. Вот и все. Нет других вариантов. Потому что ребенок дан для того, чтобы воспитывать его, а не для того, чтобы от него балдеть. это очень важно понять любой женщине. Иллюзия. Когда человек пустые вещи принимает за реальность, это болезнь. поучать людей делать аборты это болезнь. Человек написал больше полторы тысячи лет назад. Поучать людей делать аборты это болезнь, которая приводит к страданиям. ко мне на консультацию пришла одна женщина. Говорит, не клеится, говорит, личная жизнь. Не могу, не знаю, что делать. Очень тяжело. Постоянно какие-то препятствия. Вообще, как бы, судьба очень разбитая. Я говорю, ну, расскажите про свою жизнь. чем вы занимаетесь? Она говорит, я акушер. Я говорю, ну, а какая у вас работа? Ну, говорит, аборты делаю. Я говорю, то есть вы убиваете детей. Она говорит, ну, каких детей? Я просто люди просят, я делаю аборты. Начала оправдываться. Я говорю, ну, каких детей? Детей в утробе матери, говорю. И она такая задумалась, что вы считаете, говорит, что это в этом причина всех моих страданий? Я говорю, а вы как считаете? Если убивать каждый день кого-то, что от этого счастлив будешь? Я как-то изучал, что такое мясные продукты и что такое молочные продукты. У меня было очень сильное желание разобраться очень серьезно в этом вопросе. Но я знал одну формулу, что разобраться в чем-то самый лучший способ, это посмотреть на тех людей, которые этим занимаются. И поэтому я съездил и провел как бы беседы на молокозаводе с женщинами, почитал лекции в Тольятти. И потом съездил на мясокомбинат, там колбасу делали. И когда я был на молокозаводе, я приехал как бы, ну, с женщинами говорил о здоровом образе жизни, там, они меня встретили, дали мне банку сметаны, такие счастливые, и видно на них лица такие, у них любовь такая в глазах, знаете, румяненькие все такие, пухленькие, красивые, вот, и очень много счастья подарили в общении. Они такие улыбались всегда, очень приветливые люди. Пришел на мясокомбинат, женщины такие, хмурые такие, сидят, в депрессии все, такие. Я начал интересоваться, оказалось, почти половина миома или мастопатия, то есть онкология начала уже развиваться. Они просто мясо там обрабатывают. Ну, вот самое, для чего я вам это говорю, для того, чтобы вы поняли одну важную вещь. Я начал интересоваться, я говорю, у вас забой прямо здесь на заводе происходит. Они говорят, да, у нас здесь происходит. Я говорю, а вот мне интересно, вот забойщики у вас, они, как у них, что за работа. И одна женщина, которая как раз бригадиром, как бы является вот это производство, она мне рассказала такую информацию интересную, которую вряд ли вы увидите в печати. Она мне сказала, что на самом деле это, ну, у нас директор платит за вредность. Это вредная работа. Я говорю, а в чем вредность-то заключается? Ну, говорит, сами понять не можем, но вот люди, которые на забое работают, они, говорит, работают, ну, полгода где-то, и потом или спиваются, или у них психика сходит, ну, как бы начинается, человек нервным становится, психованным, и мы поэтому доплачиваем, как бы, потому что, ну, работа такая, видно, нервная. Да она не нервная работа, просто человек карму хватает, представляете, каждый день убивает животных. И что от этого, он счастлив будет, что ли, от такой деятельности? Поэтому я для себя сделал кое-какие выводы, что если женщина гинеколог, это хорошо, ну, надо принимать роды, лечить женщин, но ни в коем случае не надо вот эту вот должность брать на себя, делать аборты. Это убийство своей судьбы, никаких шансов счастливой жизни нет в этой ситуации. Постоянно будут какие-то трудности в жизни. Довольствуясь своей судьбой, воспринимать все события как должное, это лекарство. Ну, мы об этом сегодня уже говорили с вами. Пренебрежение. В лекомысленном тоне говорить о радостных событиях, это болезнь. Допустим, человек говорит, да я вылечился, но на самом деле я бы и так вылечился. то есть, он как бы, Бог дал здоровье, а он об этом говорит таким образом, что как будто бы нет никаких проблем. Или, допустим, женщина говорит, я забеременела, конечно же. Ну, то есть, пренебрежительном тоне говорит, это опасно для судьбы, потому что, ну, когда женщина так говорит, это значит, что может не выносить. Или, допустим, человек говорит, ну, как у вас с квартирой, все нормально? а как же, само собой, у нас все нормально, мы получили новую квартиру. то есть, пренебрежительный тон означает, неблагоприятно что-то произойдет, нехорошее событие. Когда человек о чем-то важном, ну, что он от Бога получил какую-то милость, и он очень так легкомысленно, пренебрежительно говорит об этом, это значит, будет какая-то беда. Или, допустим, молодой человек женится, и ему говорят, а ведь хорошая тебе девушка досталась. И он говорит, какой парень, такая девушка? Ну, то есть, не понимает, что это Бог ему дал, он думает, что я такой крутой, что мне сто процентов только хорошая может достаться. Это опасно. Это болезнь. Это явно, что будет какая-то какая-то беда. Это плохие знаки. Я вам все показываю, плохие знаки. Когда у человека в сердце пренебрежение, это означает, что он накликает беду на себя. Например, ему повысили зарплату, и он говорит, а что, само собой, что мне должны повысить? Это болезнь. Это болезнь. Это означает, что у него нет чувства такта перед Богом. Он не понимает, что это от Бога зависит от Него все эти события. Засловие. с радостью говорить о чужих просчетах. Это болезнь. Ну, допустим, кому-то что-то не так, кто-то не повезло в жизни, и рассказывать об этом. Это болезнь. Что, какие проблемы? Проблема заключается в том, что Бог или на твоей стороне, или на твоей. если ты так себя ведешь, Бог от тебя отворачивается. Это значит, что будут проблемы какие-то в жизни. По-моему, мы это уже читали, да? Читали. клевета. А сейчас вот еще вот эту тему возьмем. Жадность мы читали? А? Вот привязанность интересная тема. Клевета. Клеветой на людей добиваться расположения. Это болезнь. Ну, мы часто вот обсуждаем других людей для того, чтобы показать себе, какой я хороший. Это болезнь. Это нормальное у нас явление. Мы любим поговорить о том, кто какой плохой. Ну, это означает, что в сердце нет чистоты. Потому что, когда у человека сердце чистое, он защищает людей своим разговором, а не осуждает их. Не спорить об истинном и ложном — это лекарство. Не спорить об истинном и ложном — это лекарство. Допустим, человек какую-то имеет истину в сердце, он ее объясняет. Надо слушать. Потому что любая истина имеет ценность. Это лекарство слушать и принимать к сведению, а не думать, вот у меня лучше истина, сейчас я тебе объясню. Не скрывать чужих заслуг. Это лекарство. Часто мы свои заслуги как бы возвышаем, а заслуги других людей чуть-чуть пониже делаем. Это болезнь. Любить говорить добрые слова людям. Это лекарство. сейчас мы с вами немножко поотвечаем на записки. Как вы относитесь к привязанности? Ну, тут совсем немножко, там неинтересно высказано. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к искусственному оплодотворению? Я хорошо отношусь к любому оплодотворению. Если женщина не может зачать ребенка, она должна все способы предпринимать для того, чтобы зачать. Если у ней получилось искусственное оплодотворение, ну и слава Богу. Если она любит своего мужа, то эта любовь перейдет к ребенку не обязательно, что она во время полового акна произошла, все равно ребенок родится таким, каким он должен родиться. Понимаете, сейчас такая жизнь, что женщинам очень трудно зачинать детей, потому что жизнь в коробках, вот в этих не на земле, уже очень сильно снижает возможность оплодотворения. Когда женщина интенсивно работает, то есть занимается производственной деятельностью, это снижает возможность оплодотворения. Когда женщина курит, это сильно снижает возможность оплодотворения. Когда женщина постоянно ведет гиподинамический образ жизни, то есть она не работает, ничего не делает, просто сидит на компьютере и там работает. То есть у нее нет подвижности, движения никакого в теле. Возможность оплодотворить очень сильно нарушается и так далее. Столько препятствий сейчас зачать ребенка из-за неправильного жизни, который мы сами себе создали, искусственной жизни, искусственной цивилизации, которую мы создали. Поэтому возможность зачать ребенка очень сильно снижается у женщины. Если она каким-то образом удрилась зачать ребенка, и слава Богу, я отношусь к этому хорошо. Хорошо. Но скажу вам по секрету, что если проходимость труб нормальная, иногда, когда трубы перекрыты, то берут яйцеклетку, вставляют в матку и оплодотворяют ее. Это просто неизбежная ситуация жизни. Но если проходимость труб нормальная, и чувствуете, что вы не можете зачать ребенка, то несколько советов. Первый совет. Надо вставать научиться рано утром, потому что часто яйцеклетка сгорает от того, что женщина долго валяется в постели. Следующее. Не кушайте на ночь сладкое, потому что яйцеклетка может сгорать от того, что перегревается организм из-за того, что он нагревается от сладкой пищи на ночь. Следующий совет. Постарайтесь больше ходить босиком по земле. Старайтесь жить где-то на природе какое-то время. Или ходить по лесу просто, чтобы с природой соприкасаться. Занимайтесь хатха-йогой. Обливайтесь утром и вечером приятной водой, чтобы снимать все напряжение. Кушайте больше натуральной пищи. Особенно хорошо женщинам, которые хотят зачать, кушать пищу или тушеную, вареную или сырую, но не жареную. Следующий совет. Не занимайтесь слишком часто сексом. Это снижает возможность зачать. Если вы хотите ребенка зачать, то занимайтесь сексом только для зачатия. Допустим, раз в месяц или раз в два месяца. То есть воздерживайтесь. Это копит силы для зачатия. Организм становится сильнее от этого. Следующее правило. Надо стараться позитивно мыслить, желать всем счастья. И когда после полового акта часто женщины бывают раздражительны. Надо стараться в это время молиться и победить себе раздражительность, потому что когда женщина злится, то в это время яйцеклетка теряет силу или вообще гибнет. Понятно, да? Ну то есть вот такие правила. Если вы не можете зачать, приезжайте, вот 300 долларов стоит лечение. Если у вас все проходимость нормальная, то очень часто бывает, что это помогает. Вот особенно ветки, вот это сильный метод очень. Он реально все восстановит. Ну, на самом деле нужно немножко женщине просто больше энергии, чтобы в эти органы, чтобы она зачала. Потому что жизнь такая не дает ей этой энергии. Все. Я нормально отношусь к любому оплодотворению. Скажите, пожалуйста, как поступить моей подруге? Да, я не закончил эту тему. Я просто, мой опыт показывает, что когда делают эко, вот пересаживают как бы из придатков матку-яйцеклетку и туда вводят сперматозоиды. Это очень редко дает результат. Очень редко. Я сколько случаев не знаю, женщины мучаются, мучаются, искалывают себе все придатки. Ну, то есть реально портят здоровье от этого всего. Лучше полечиться просто естественными способами и быстрее даст результат, чем гробить себя вот этими искусственными способами. Но если получилось искусственно, и слава Богу, лишь бы получилось. Скажите, пожалуйста, как поступить моей подруге со своей знакомой, которая ненавидит свою мать и даже говорит о мыслях об убийстве. Мою подругу она слышать не хочет. Несмотря на тактичный подход, ее раздражает образ жизни моей подруги. На вечеринках подруга радуется вместе со всеми, но не курит, не пьет и не ест мясо. Вы знаете, если, допустим, ребенок, ну девушка, вы, допустим, начали слушать лекции, вести какую-то другую жизнь, и родители не принимают вашу жизнь, они на вас злятся, там ругаются. Это из страха происходит, потому что человек часто, когда начинает другую жизнь, он фанатеет, из него начинает идти гордость, такая независимость, понимаете, и родители боятся этого. Они не боятся самого образа жизни, они боятся перемены в сердце, которые происходят в человеке. Я заметил это, когда у меня тоже такие пошли изменения, мать испугалась, но я начал как-то скромно себя вести, так нежно с ней, и она успокоилась, она видит, что я такой же человек, ну там чуть-чуть по-другому кушаю, там чуть-чуть по-другому живу, и все. Надо просто вести себя очень нежно, спокойно с родственниками и не поднимать вот этот вот шум вокруг того, что вы делаете. Часто люди как делают, с лекции пришли и начинают, будем кушать только вегетарианское, все вместе там, и начинают на всех давить, мучить родственников, ясно, что они восстанут против этого. А надо тихонечко просто, все, допустим, так кушают, а вы говорите, а мне что-то мясо не хочется, и все. Я долгое время, когда я вообще никогда не пил, и ну как бы в 10 классе где-то ребята начали собираться, уже немножко выпивать начали. И я говорил всегда, а мне плохо от этого, меня организм не принимает. Ну так, как-то объяснял им, и меня никто не трогал, просто спокойно. Если бы я начинал им говорить, пить нельзя, это плохо там, понимаете, совсем другой эффект. Допустим, у меня бывает ситуация, я прихожу, допустим, на съемки, обычно приходят и предлагают чай, кофе, вино. Я говорю, вы знаете, что-то вот не хочется, просто кипятка дайте, и все. И человек приносит кипятка, ну вот это не значит, что я не пью чай, не пью кофе, не пью вино, я просто захотел кипятка, и все. И это нормально, думаю, ну вот человек интересный, кипятка захотел. Все, то есть, ну как бы, это солидно, все выглядит нормально. Нет никаких проблем. Представьте, если мне говорят чай, кофе, я такой, ну сразу видно, что дикий человек. Люди будут ненормально воспринимать. Поэтому все зависит от вас. Что касается ненавидеть свою маму, вот я вам рассказывал, что я работал в Индии, в госписи. И из Питера одна девушка приехала, она занимается духовной практикой, она приехала в этот госпис. У нее был рак матки. И она очень сильно молилась, потихоньку оставляла тело. Она так и оставила тело, я не смог ей помочь. Вот, тогда у меня не было таких сильных методов лечения. Я с ней говорил, вот когда она уже оставляла тело, она открыла мне сердце. Она сказала, что я, знаете, у меня все хорошо в жизни было. Но была одна проблема, я не могла простить своей матери, я ее ненавидела. Рак матки, это связано с матерью. То есть она получила злокачественную опухоль в результате, хоть она занималась духовной практикой. Поэтому ненавидеть свою мать, это не самый лучший вариант жить. Опасно очень. Поэтому надо подруге это все доложить, объяснить. Что мать может вести себя как угодно, но это она делает из-за страха. Из-за того, что она боится, что дочь непонятно чем займется потом. Поэтому надо родителей успокаивать, ненавидеть их. Это самоубийство. Это реально уничтожать свою судьбу. Редактор субтитров А.Семкин